ребят всем привет с вами димас вы на канале books brother hooks оператор антон скрылся за аурой света и сегодня мы будем готовить для вас классику так называемую салат цезарь всеми любимой везде его пробуют заказывают везде во всех заведениях он присутствует подобном виде в там классическом еще каком мы решили приготовить сегодня называемый наш рецепт соуса и салата так что начнем соуса естественно для соуса нам понадобится анчоусы каперсы чеснок сок лимона перец молотый масло оливковое горчица дижон ну в принципе любая нужна ну уж дижонская она такая менее менее острые также watchers и без него никуда это как бы для соуса и естественно яички яички мы сварили заранее лучше использовать пашот ну просто кинули в воду белок самый главный белок здесь затянулся он как бы желток должен быть жидкий либо кто знает может быть там мешочек лиц называли яйца и воду может тоже присолить немножко чтобы лучше все это взялось так что начнем приготовление нашего соуса для этого вам понадобится поливом блендер добавляем каперс каперсы анчоус лучше взять дорогие потому что ну реально они вкусные если возьмете замену какую-нибудь типа балтийская килька отечественного производства российского может селедку даже взять у вас получится вкусный соус но вы не добьетесь именно такого вот копчености вот этой такого вот вкуса который присутствует должен присутствовать в соусе цезарь классическом чеснок добавляем буквально одну восьмую часть зубчика чуть раздробим яйца должны быть немножко подостывшие но не теплые но горячие лучше не надо потому что мы будем масло добавлять мы взяли два яйца можно больше взять но и так по классике потом граммовку вам все расскажу также берем горчицу дижон она очень пряная она не острая при этом насыщенный вкус у нее после пусть и есть вот как бы она такая ну не руку привыкли мы к русской горчицы столовой там тому подобное она слишком острые где-то вот одну четвертую часть столовой ложки добавляем кто хочет поострее можно больше добавить мы добавим побольше также добавляем перец молотый черный белый не рекомендуется добавлять в этот соус буквально полграмма наверно вотчестер мы добавим где-то 4 дальше дальше такая граммовка в баре сок лимона выжмем ты оливку и масло добавим 50 60 миллилитров ну у нас на глазок пойдет и чуть не забыли наш естественно пармезан из куда без пармезана соус цезарь можно потереть его на терочке можно его порезать мы порежем все равно все в блендер добавлять посмотрим что из этого получится у нас ну тоже где-то масло мы добавили 50 и сыра тоже где-то 50 грамм примерно ну вот прошло буквально 30 секунд мы все блендернули открываем запах яиц присутствует интересный как обычно вареных такой консистенция идеальная все блендернулась на вкус очень шикарно такой вот light вкус масло оливкового присутствует анчоусы каперсы сок лимона если вы больше кислоты любите добавьте больше соус готов нас принципе ребят так что переходим к нашему салату знаменитому цезарю ави мы заранее обжарили куриное филе и наши греночки мы используем два вида салата классический это американский вид салата айсберг и вот есть у нас подобие романа салат ромэн роман рома как он называет по-разному у нас у нас в россии мы сделаем из двух видов чуть-чуть оторвем вообще рекомендуется как бы рвать салат говорят если вот вы нарезаете и он окисляется от ножа от потом соусе окисляется там присутствует сок лимона там подобные вещи я думаю если салат подавать буквально за пять минут 10 минут на стол ничего не окислится все будет идеально так что но мы нарежем показываем просто свои возможности по приготовлению различных комбинаций блюд и способ приготовления мы смиксуем немножко наши салаты которые здесь присутствуют в данный момент но это классика тоже французский ромэн по американский айсберг просто роман не горький айсберг очень горький достаточно горький из-за этого не предпочитаю потому что он говорит убивает куст салата но мне кажется это очень классика в наших общепитах вообще в россии частности в москве сейчас используют вообще так называемую горку все любые салатки ты как которые у вас есть на кухне они туда их кидают и все родичу лороса айсберг романа рукола фризе кудрявый койл там не знаю сколько их название миллион все салаты делают микса сорти и все у вас цезарь получается ну все но это уже издержки производства наверно им нечем заняться они так делают есть где-то грамм 60-70 салатик для полноты ощущения две ложечки без горочки мы добавим аккуратно перемешиваем наш салат чтобы листья все обмакнули в соус для этого у вас должен быть чуть густой не переборщите пожалуйста с пармезаном сильно не мешайте потому что структура салат будет помята и у вас не будет такой пышной формы из-за этого кстати использует французы салат ромен потому что он более пышный и выкладываем наши сопутствующие украшения греночки к нашему салатику это обязательная часть этого салата курица гренки этот классик сыр пармезан вот красиво смотрится наш салатик в принципе он готов можете добавить также любые томаты яйца разные перепелиные обычные сварить красиво томаты вяленые черри обычные вкусные томаты бычье сердце или что-то еще можно еще бекон добавить мелко мелко нарезать сильно обжарить чтобы жир ушел и он такой был прям хрустящий хрустящий и посыпать тоже сверху даже в курицу ну как бы если человек употреблять свинину в данной ситуации мы сделаем по-другому посыпем кунжутом вот у нас есть любезно предоставили нам братья индусы кунжутик обжаренный немножко посыпем сверху им тоже интересный оттенок придадим без ярких цветов но достаточно красиво вот все остальные все фантазии на ваш личный взгляд на визуальные эффекты можете добавить все что угодно так что начнем пробовать что у нас получилось салаты греночка плюс пармезан что у нас получилось пробуем наш салат вторая попытка первая неудачная сейчас будет намного проще и вкуснее чуть салатика прекрасный вкус грант хрустят все чувствуют вкусно салат не горький чуть поджались за кадром но это ерунда пробуйте готовьте с вами был димас всем приятного аппетита добра мира оператор антон и море массовки пока пока